Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую. В нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами об очень важном удобрении, которое называется монофосфат калия. В монофосфате калия, так сказать, сокрыта одна важная составляющая успеха выращивания растений. Фосфаты очень интересные соли. И если говорить о фосфате калия в частности, то он может быть монофосфатом, однозамещённым, двузамещённым и полностью замещённым фосфатом. Вот многие эксперименты по физиологии питания у растений показали, что фосфаты наилучшим образом, наибольшей степени всасываются именно в форме монофосфата. В принципе, другие формы фосфатов тоже могут употребляться растениями. Но для этого необходимы определённые усилия с нашей стороны, танцы с бубнами, помощь микоризы, помощь полезной почвенной микрофлоры и всё-всё-всё тоногромождение каких-то дополнительных мер для того, чтобы растения были в полной мере обеспечены в первую очередь фосфором. Ну, а калий примерно нужен в те же периоды растениям, когда нужен и фосфор. Поэтому их сочетание такое является очень важным. Конечно, вот это всё заставляет таких продвинутых садоводов-огородников или тех, кто хочет получить результаты как с картинки, прибегать к подобного рода удобрениям. Однако стоимость этих удобрений может довольно-таки кусаться. Поэтому в этом выпуске я расскажу вам, как можно приготовить монофосфат и именно калия своими руками. Что ж, приготовить монофосфат калия в домашних условиях не так уж и сложно, если только раздобыть ингредиенты, из которых он состоит. Исходя из химической формулы монофосфата калия, нам понадобится источник калия и источник фосфора, подходящие вещества. В качестве источника калия наиболее оптимальным вариантом является обыкновенная зола от сжигания древесины, дров. Эта зола содержит значительное количество карбоната калия. Карбонат калия имеет щелочную реакцию. И очень многие блогеры советуют использовать зольные растворы для подкормок широкого спектра растений. При этом они забывают сказать, что существует достаточно широкая линейка растений, которые часто встречаются в саду, в огороде, которые не очень-то любят сильного защелачивания почвы, особенно если ваш участок не находится на какой-то особенно кислой почве, которая требует регулярного известкования. Это касается и карбонатных черноземов, и регулярно известкованных почв, почв в защищенном грунте, которые имеют нейтральную реакцию. Тот же томат предпочитает слабокислую реакцию, та же земляника предпочитает слабокислую реакцию. И огурец, кабачок совершенно не любят защелочной реакции почвы. Многие хвойные растения лесные, лесного происхождения, не любят их и смородина. Поэтому к золе надо относиться позитивно, но с большой осторожностью. О правильном использовании золы мы с вами говорили. Но вот как раз для приготовления монофосфата калия зола нам здесь очень и очень подойдет. В качестве источника фосфата, фосфора, нам необходимо использовать ортофосфорную кислоту. Где же взять ортофосфорную кислоту? В принципе, это не является такой уж большой проблемой. Моющие средства, даже для унитаза, для туалета с ортофосфорной кислотой, антикоррозийные средства для автомобилей, паяльная кислота специальная, все они содержат ортофосфорную кислоту. Какое бы средство вы ни взяли, ну, конечно, можно взять и чистую ортофосфорную кислоту техническую, если она вам доступна. Но это не так уж частое явление, что вот вам доступна прям чистая ортофосфорная кислота. Однако же, если вы выбираете подобного рода бытовые какие-то доступные средства, содержащие ортофосфорную кислоту, постарайтесь, чтобы там, кроме самой кислоты, воды и, может быть, соединений цинка, если речь идет о средствах для защиты от ржавчины или преобразования ржавчины, ну, автомобилисты хорошо знают эти средства, чтобы там больше ничего не было. Ни хрома, ни никеля, ни марганца, ничего-то еще. Вот вода, ортофосфорная кислота, ну, в чистящих средствах, может быть, могут быть ПАВ какие-то незначительное количество, это допускается. Ничего больше там быть не должно. Технология приготовления монофосфата очень проста. Вы можете взять пол-литра золы, вы можете взять вот прям золу, как она есть, и залить одним литром воды. Ну, вот я возьму, чтобы не пылить, для примера. И залить одним литром воды. И уже можно дальше выполнять наш рецепт. Либо вы можете сделать такой раствор, вот как у меня здесь, дать ему настояться от нескольких часов до суток, и перелить его в новую посуду. Ну, вот у меня трехлитровая банка здесь имеется для этого. Не сильно взмучивая осадок. Ну, понятно, что какое-то количество осадка туда попадет. Что мы этим самым добиваемся? Ну, во-первых, мы добиваемся, ну, такого раствора, большего раствора, без каких-то дополнительных балластных минеральных веществ. Во-вторых, мы добиваемся получения более чистого монофосфата калия. Ну, потому что в золе еще содержится значительное количество соединений кальция. При этом, если вы будете использовать цельную золу, а не зольный раствор, то вы, кроме монофосфата калия, получите еще и монофосфат кальция. В принципе, для таких растений, как томат, например, это очень-очень даже хорошо. Ну, а для огурца, например, лучше использовать вот зольный раствор. Для таких вот растений, которые не очень любят большое количество кальция в почве, ну, для той же смородины, той, тоже желательно использовать вот такой вот раствор. Ну, а для других растений, которые к кальцию относятся очень хорошо, это и капустные, всевозможные овощи и многие другие, вы можете использовать цельную вот золу, такую эту болтушку зольную с осадком. Что дальше нужно сделать? Вот получили вы в соотношении две части воды, одна часть золы, сделали вот такую вот раствор или болтушку. И далее вы начинаете приливать туда ваш источник ортофосфорной кислоты. Сколько его сюда надо прилить? Определить это будет очень-очень просто. Вы приливаете его в этот раствор небольшими порциями, и у вас начинает выделяться газ. Этот газ не что иное, не что иное, как углекислый газ. И вот до тех пор, пока этот газ выделяется, вот здесь вот он у меня пузырьками выделяется, я вот прям его слышу, как он пузырьками выделяется, выделяется, как из минеральной воды, знаете, как будто вот бутылку газированной воды открыли, и вот оно так шипит, выделяется. И вот до тех пор, пока газ выделяется, вам нужно подливать сюда ваш источник ортофосфорной кислоты. Ну, конечно, один из известных источников ортофосфорной кислоты – это Кока-Кола. Но раз уж мы стараемся не просто сделать монофосфат, такой легко доступный для растений, источник фосфора и калия, а все-таки хотим сэкономить, то Кока-Кола, пожалуй, здесь не лучший, не самый дешевый источник этой самой ортофосфорной кислоты. Вот у меня еще пузыречки идут, 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 выделяются пузыречки. И я буду добавлять сюда кислоту до тех пор, пока эти пузырьки в значительной степени не перестанут выделяться. Ну, на это потребуется, ну, может, каких-нибудь 15-20 минут времени для того, чтобы вот уже последнюю порцию добавить кислоты, послушать, и пузырьки не выделяются. Таким образом, ваш раствор готов. Одним из краеугольных камней этого метода – это является определение концентрации монофосфата калия. Вот сколько здесь монофосфата калия, вот как его дальше использовать. Ведь, и зола у всех разная, количество карбоната калия здесь будет разное. И источник кислоты, фосфорной кислоты будет разный. У кого-то там 30% кислоты будет в средстве для антикоррозийной обработки, преобразователя ржавчика, у кого-то 20%, у кого-то моющее средство будет, у кого-то паяльная кислота, у кого-то что-то еще. Поэтому, исходя, то есть какое-то количество, которое надо нейтрализовать для получения монофосфата калия, у каждого будет свое. Но исходя из опыта и большинства средств для источников получения вот этой фосфорной кислоты, я могу сказать так, что вот если мы берем литр воды, пол-литра золы, и льем туда энное количество вот этого источника фосфорной кислоты, то от полустакана до стакана на 10 литров воды является прекрасной дозой для подкормки большинства растений. Я не смогу вам сказать, вот прям возьмите точно сколько, еще раз, потому что у каждого концентрация будет своя. Но если вы возьмете зольный раствор, погасите его источником фосфорной кислоты, вот до такого состояния, что пузырьки уже не выделялись, не шипело, вы получите превосходный источник и максимальной концентрации доза будет стакан вот этого раствора на ведро воды. Смело поливайте любые растения, особенно те, которые в значительной степени нуждаются в фосфоре и калии. Ну а в каких случаях использовать монофосфат калия и на просторах интернета, и на нашем канале мы не раз об этом говорили. Что ж, пользуйтесь этим рецептом. Он достаточно простой, весьма доступный и легкий в приготовлении. Замечательное удобрение. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!